Привет всем, с вами Макс Амира и мы поговорим о гаджет-диете. Если честно, мне кажется, что слишком уж много прямо лички мы выкладываем в Инстаграме. Есть понятие семейный альбом. И для меня, если у тебя существует личная жизнь, то она на то и есть личная. И раньше, когда мы вот эти семейные альбомы составляли, когда у нас ребенок там рождался, когда свадьба была и все вот эти тонкие моменты романтики, путешествия со своей половинкой. Мы это выкладывали в альбом, к нам приходили близкие друзья и мы могли им это показать. Мы никогда не брали этот альбом и не выходили на улицу, не показывали всем. И для меня это остается загадкой, почему мы это делаем. Всегда проще изменить виртуальную версию, но когда вы фокусируетесь на этом, то вы не получаете реальной выгоды от того, что привели себя в форму, или от того, что вы действительно счастливы. Ваша виртуальная личность преуспевает, пока вы находитесь в упадке. Да, я тоже выкладываю свои какие-то фотки, но я стараюсь все равно ограничивать аудиторию в своих личных каких-то жизненных моментах. Иначе мой мир мне не принадлежит. Когда рождается ребенок и в первый месяц мы делаем фотографии, я считаю, что это настолько интимная и сокровенная вещь, что, может быть, стоило бы его сфотографировать, когда он вырос. Не знаю, почему. Если кто-то думает так же, то вы можете написать в комментах, только ли у меня такое внутреннее ощущение, что это уж совсем личные вещи. У людей такая вот есть манера в поведении, по которой можно уже увидеть, что он любитель вот этих новостей. Дело в том, что мы же не можем все это прочитать. Мы не можем все это вот конкретно изучить, потому что очень много информации, и мы так поверхностно на нее кидаем взгляд, как-то проматываем это, улавливаем основную суть и идем дальше. Меня пугает то, что это стало переходить в общение. Бывает общаешься с человеком, и как будто бы ты часть этой ленты его новостей. Появляется такая рассеянность, и ты не можешь фокус поймать, когда посидишь какое-то время, и у тебя уже нет энергии на какое-то внешнее какие-то развлечения. То есть ты там посидел, и у тебя энергия как бы туда уложилась, и уже внешним миром ты не интересуешься. И вот в этом и страх мой, что внешний мир перестал как-то так интересовать нас. Он как будто стал менее интересным, что ли. Ну понятно, у него может быть там меньше фильтров, меньше шаблонов, но я думаю, если уж приглядеться, то уж красок и авангарда в этом мире до сих пор осталось очень много. И бывает, кажется, что люди вообще не хотят сами с собой находиться, или им это не нравится. То есть они создают такие условия, чтобы обязательно кто-то еще присутствовал. Либо музыка, либо телевизор, либо радио. И вот этот шум, он вообще не заканчивается. А шум внутри продолжает быть, и мы его просто не замечаем. Когда оно постоянно звучит фоном, ну во-первых, она перестает нравиться, во-вторых, мой вкус очень сильно падает. Я перестаю определять, что мне реально нравится. И я думаю, что для этого нужны какие-то условия, чтобы продолжать быть в теме того, что сейчас звучит. Потому что когда ты все подряд включаешь, то у тебя ухо уже привыкает к этим шумам, и просто теряется вот это удовольствие. Поэтому вот эта тема гаджет-диеты, я считаю, что она очень актуальна. Иногда нам вынуть эти наушники из ушей, и посмотреть, что происходит вокруг. Добраться от дома до работы, и посмотреть, что с людьми вообще. Как у нас вообще, идя по дороге, что у нас там растет, что во дворе находится. Ну, это же наш мир все-таки. И его создавали очень давно для нас. А мы все создаем свои миры, пытаясь придумать что-то лучшее. Я думаю, что нужно вспомнить былые времена, когда этих технологий еще не было. Когда было все просто. Когда простые вещи интересовали нас. Простое общение. И снова почувствовать вот этот интерес и азарт не к играм в телефоне, а хотя бы к играм во дворе. В тот же футбол. Я ни одного ребенка сейчас не вижу во дворе. 7, 8, 10 лет. Где они? Возьмите и выйдите сейчас во двор и посмотрите. И я скучаю по этому времени. Я скучаю по тому времени, когда мы могли проводить время вместе. Ну, несмотря на этот маленький экранчик. А находясь рядом с друг другом. Продолжение следует...